Веселье «О смехе сказал я, глупость и о веселье, что оно делает? Вздумал я в сердце моем услаждать вином тело мое, и между тем, как сердце моего руководилось мудростью, придерживаться глупости, доколе не увижу, что хорошо для сынов человеческих, что должны были бы они делать под небом и в немногие дни жизни своей?» Здесь говорится о том, что Соломон, екклесиаст или проповедник, это царь Соломон, которого Господь благословил великой мудростью, которой не обладал никто из людей до него и после него. И как человек мудрый, что одно из умений мудрости человека, который на самом деле уже является более развитым, мудрый, поднятым, это умение анализировать в своем сердце. Это спрашивать себя внутри себя самого. Это ставить внутри себя вопрос, какое-то чувство, и дать на него ответ предельно честно, каким ты видишь самим себя, каким ты видишь тот или иной поступок, действия, будущее этого действия. Чем человек более возрос в Господе, чем он возрос более в мудрости, тем более четко и прямее будет его ответ внутри себя. Чем он более честен, он не сможет обмануть себя, правда сразу скажет о себе. И тогда сказал он, сказал я в сердце моем, то есть он поставил перед собой четкую цель, царь Соломон, и сказал, испытаю я себя весельем, испытаю я тебя, сердце свое, весельем, насладись добром. Он сказал, сердце мое, насладись весельем, то есть радостью, радостью жизни, насладись добром, то есть всем имением, что у тебя есть. И он приходит к выводу суета. Он сказал, напивайся вином, рассуждай мудростью, то есть будь мудрым, то есть не уходи, но пей вино как бы рядышком. И он говорит, очень здорово здесь сказано, вздумал я в сердце моем услаждаться вином, услаждать вином тело мое. И между тем, как сердце моего руководилось мудростью, придерживаться глупости. Соломон сам сказал, заметьте это, что вздумал я услаждать сердце мое и тело мое вином, алкоголем. И я руководился мудростью, но между тем еще и глупостью. Он сравнивает это с глупостью, он говорит прямо, что это является глупостью. Для того, чтобы узнать, что хорошо для сынов человеческих в немногих летах. Десятый стих. «Чего бы глаза мои не пожелали, я не отказывал им. Не возбранял я сердцу моему никакого веселья. Почему? Потому что сердце мое радовалось во всех трудах моих. И это было долей моею от всех трудов моих». Интересное дело, вопрос, если подумать. Царь Соломон говорит не просто, знаете, о праздном веселье. Как молодые могут, молодежь, они могут собраться, все скинутся, пойти толпой, говорить глупости, как-то гагатать, как угодно привести время, праздное. По сути, не особенно его заработав. Соломон же говорит, что я, я не запрещал своим глазам ничего. Я вообще не отказывал им. И сердцу моему никакого веселья и радости я не возбранял. Почему? Потому что все, что я мог себе позволить и радоваться, я заработал. Он говорит, потому что сердце мое радовалось во всех трудах моих. То есть все, что бы я ни делал, мое сердце радовалось. И это было долей мою, это было частью мою от всех трудов моих. Все, что бы я ни делал, от этого я получал радость, результаты которого я могу использовать в веселье. И оглянулся я на все дела мои, которые сделали руки мои. Он говорит, это все я сделал. И на труд, которым трудился я, делая их. И вот все суета и томление духа. И нет от них пользы под солнцем. То есть, опять же, в самом себе внутри он посмотрел все дела свои. Он просмотрел все результаты. Он, как говорится, радовался и брал от жизни, как говорят в мире, все, вообще все. И к какому выводу он приходит? И вот все суета и томление духа. Вы знаете, когда тоска, да, в мире, когда тоска внутри? Ты приходишь домой, а тебе не радостно. Тебе плохо, тебе хорошая вещь, предположим, дома мама испекла торт. Ну, просто вот испекла, приготовила что-то вкусное. Обычно тебя это радовало. А нет, сегодня нет. Любимая музыка, она больше тебя не веселит. И то, что ты с кем-то общаешься, тебе это уже тяжело. Ты вообще никого не хочешь ни видеть, ни слышать. И Соломон, просмотрев все дела своим, он сказал, все это суета, и мне вообще плохо от этого. Мне нет от этого радости никакой. И от этого, и более того, он сказал, что пользы от этого, то есть реального результата, который ты мог бы забрать, то есть результат, который ты мог бы использовать вечно, всегда, он говорит, нету. 12 стих. «И обратился я, чтобы взглянуть на мудрость, на безумие и на глупость. Ибо что может сделать человек после царя сверх того, что уже сделано?» То есть он обратился к трем источникам, какие питают наше сердце. Он говорит, мудрость, безумие и глупость. И так как он царь, у него в руках власть была вся, он говорит, что вообще может сделать человек после царя? Особенно, то есть он имеет в виду себя. Он мудрый царь, великий царь, который сделать может реально все. Он говорит, что вообще может сделать любой человек после меня, он говорит. Поэтому я обратился к трем источникам, которые стоят выше любого человека. Это мудрость, безумие и глупость. И он говорит, и увидел я, что преимущество мудрости перед глупостью такое же, как преимущество света перед тьмой. То есть абсолютная разница. Вообще нету ничего одинакового в них. Они думают по-разному, они поступают по-разному, они живут совершенно... То есть вот эти две силы, они вообще разные. Поэтому люди, люди мудрые и глупые, написано, не сообщаются вместе. А почему? Потому что они просто не могут быть вместе, они отторгаются. Это как не могут два положительных... В магните не могут два положительных полюса или отрицательных. Они постоянно отталкиваются, они не могут соединиться. Вообще не соединить их, они постоянно в боки уходят. Написано дальше. 14 стих. У мудрого глаза его, в голове его. А глупые ходят во тьме. То есть он говорит, что мудрый руководствуется тем, что говорит, и тем, какие выводы делают его, что? Разум. Это означает, что то, что он вдруг случайно увидел, хорошее, мне понравилось, он не сразу говорит, о, хочу, и теперь, как хочу это, как хочу вот это, я хочу приобрести это, я хочу это получить, хочу сделать это, его, ее, все что угодно. То есть, понимаете, глупость хочет... Именно глупость, это понятие глупости. Я хочу, и ломаю все на своем препятствии, только потому, что я хочу. Мудрый человек, он, увидев что-либо, заглядывает в свой разум, сверяет со своими нуждами, со своими желаниями, с результатами от своего желания, что он получит от этого. Поэтому написано, что у мудрого глаза его, в его разуме. А глупый ходит во тьме. Потому что он не знает ни результатов, что выйдет от его действий. Потому что он не понимает, что ему вообще надо будет даже сделать. Все будет идти наперекосяк, колесом. Вторая часть этого стиха 14. Но узнал я, что одна участь постигает их всех. То есть, и мудрых, и глупцов. И какая часть, какая участь всех их, это смерть. Но если я когда-нибудь умрю. 15 стих, вторая часть. К чему же я сделался очень мудрым? То есть, Соломон, Соломон, уже принял мудрость Божью. И он размышлял и говорит, а вообще к чему я сделался таким мудрым? И сказал я в сердце моем, что и это суета. То есть, он сказал, что по сути, та мудрость, которая есть у меня сейчас, даже и эта. Это просто пустота. Это не нужно. Мы все, знаете, каждый человек, буквально мирской, даже знает, что есть какое-то, ну что есть, легенды о великом царе израильском Соломоне, у которого есть мудрость. У которого есть мудрость, и есть, и притча, на самом деле, очень великолепна, мудрая книга. И есть чисто учение даже, вот экклесиаста, есть много. И все знают, что был действительно самый мудрый человек на земле, Соломон. И все, знаете, так положительно на него смотрят и говорят, вау, мудрый человек, хоть бы быть таким. А что говорит сам Соломон про самого себя? Он говорит, а я посмотрел на свою мудрость. Я понял, что она мне не нужна. Что вообще, зачем она? Он говорит, что это суета. То есть, ничего хорошего она не приносит. Семнадцатый стих. Потому что противны стали мне дела, которые делаются под солнцем. Ибо все, суета и томление духа. Еще раз он это подчеркивает. Говорит, потому что противно мне сделать все, что он говорит. Я со своей мудростью просмотрел все дела. Я посмотрел даже на самого себя. И понимаю, что мне противно. Он размышляет сейчас с позиции... Подождите, я попозже это скажу. Он сейчас смотрит на все дела и еще раз говорит, что да, я еще раз говорю. Все это суета. И томление духа, и покоя мне нету. Восемнадцатый стих. И тогда... То есть, говорит, я добавлю тогда. Он говорит, и после этого. Восемнадцатый стих. И возненавидел я весь труд мой. То есть, все дела, которые я сделал. Которыми трудился под солнцем. Потому что должен оставить его человеку, который будет после меня. Он говорит, что... И дальше девятнадцатый стих. И кто знает, мудрый ли будет он, или глупый. А он будет распоряжаться всем трудом моим, которым я трудился. И которым показал себя мудрым под солнцем. И это суета. Почему же? И обратился я, чтобы внушить сердцу моему отречься от всего труда. Потому что я трудился под солнцем. По которому я трудился под солнцем. Двадцать первый стих. Потому что человек... Потому что иной человек трудится мудро. Сознанием и успехом. И должен отдать все человеку, не трудившемуся. В том, как бы и часть его. И это суета, и зло великое. О чем здесь говорится? Он говорит о том, что возненавидел я весь труд. Почему? То есть любое дело и его результат. Он говорит, я вообще возненавидел. Все, я терпеть больше не мог. То есть мне... Я смотрю, какие происходят работы, дела, результаты. Он говорит, и мне стало... Просто возненавидел. Это враждан это появилось. Вы понимаете, да? Чувство, когда вот ненависть. То есть сопротивление. Это агрессия. Это означает, что я буду придираться к любой мелочи, которая есть. Просто потому, что я это терпеть не могу. Он говорит, почему? Потому что я зарабатываю это. Своей мудростью это делаю. Я, как говорится, вкалываю. Я вкладываю все свои знания. Все свои умения. Но должен буду отдать человеку, о котором я не знаю. По сути, проследите. Как двигалась у династии, даже возьмем примеры царей. Иудейский, израильский. Был мудрый царь Давид. За ним... Как это? Был сначала царь Саул. Возьмем даже так сначала. Который начал хорошо. Продолжил так себе. А закончил ужасно. Но после него восстал царь Давид. Который начал... Который начал... Хорошо. Продолжил еще лучше. А закончил блистательно. Просто блистающе. После него начал дело. Его сын... Сын. Соломон. Который шел сразу после него. И как он начал? Он начал прекрасно. Просто на все сто. Что он сделал? Он сразу попросил мудрости у себя. То есть сразу принес огромное всесожжение. Полностью расположил к себе Господа. Это было его первое деяние. Потом что он сделал? Он построил храм Господу. Построил такой храм, что это было чудо света. Люди все толпами приезжали, чтобы просто посмотреть на это. И это было блистающее продолжение. Но потом он стал сходить. Потом он стал жениться. На очень-очень-очень-очень многих женщинах. Было 300 жены и 600 наложниц. И в конце концов жены довели его до ужасного падения. После него восстал его сын Рваам, который начал плохо. Ну, так себе начал. Продолжил так себе. Он, написано, он взыскал Господа, но нет всего сердца. Ну и так же нормальненько закончил. Но сын его уже пошел ниже. Вы понимаете? Даже дети наши, по сути, мы знать их сто процентов не можем. Мы можем дать им информацию. Мы можем дать им умения и навыки. Но изменить их внутренность, внутренность свою формируют они сами. И написано, чужая душа, потемки, даже если это твой собственный ребенок. Он вырастет и все равно будет иметь свое понимание. Такой переходный возраст, когда ребенок начинает... В чем проявляется переходный возраст? Он начинает бунтовать. Скажем так, ну, проявлять, точнее, свой характер. Он начинает вылезать. И это выражается через противление какое-то, через какие-то дела, которые никогда были ему не свойственны. Просто потому, что он начинает теперь проявлять самого себя. Уже не по чьей-то воле, потому что родители были превыше и сильнее. А по своей воле. Потом это успокаивается, но уже появился новый стержень, появилось новое. Ребенок понял, он уже вырос, и у него теперь есть свой путь, свой голос, возможность своего решения. И он может делать выводы, соответственно, уже не с родительскими или чьими-то решениями, а со своими собственными. А свой мир формирует он сам. И поэтому каждый человек постепенно начинает расти и превращаться в своего собственного человека. И поэтому говорит Соломон, что я человек, который после меня пойдет, по сути. Потому что, смотрите, Соломон ведь был мудрым человеком. Мудрым. Очень мудрым. И наверняка должен был своего сына выучить как-то тоже по-мудрому жить. Раваама. Написано столько в притче «Сын мой, внимай наставления моим и не пренебрегай на население моей матери». Написано много-много-много. Он учил своих детей. Но, как только на престол пришел Раваам, его сын, пришли сразу старейшины израильские и сказали, что «Пожалуйста, твой отец наложил у нас тяжкое бремя. Пожалуйста, смягчи это бремя». Он говорит, я дам вам три дня. Впереди через три дня. И приходит через три дня, и сын очень, весьма мудрого отца, посоветовавшись, как правильно, начал хорошо, то есть он посоветовался со старцами. И старцы ему сказали, хочешь искать боговоление народа, хочешь искать их любовь, сделай, как они просили. Но он не захотел послушать их и пошел к тем, кто был рядом с ним во время его юности, и те, кто учились с ним вместе, к друзьям своим написано. И они сказали ему, мизинец мой толще щересал от самого его, скажи им так. И скажи, что бремя, которое наложил отец мой, я увеличу. Мой отец наказывал вас бичами, а я буду наказывать вас скорпионами. Это жестоко, понимаете, даже уже звучит. Проявление абсолютно такой жестокой садистской власти. Сын мудрого отца, если бы рассудить в нашем, ну чисто мы рассудим каждый, смог бы сказать такое народу? Нет. Но понимаете, ну что сказал выбрал сын? Он не послушал старейшего, он пошел и сказал то, что сказали ему его юные друзья. Поступил глупо. Поэтому Соломон не просто так говорит, что понимаете, это все суета, я вообще ненавижу каждый любой труд, потому что я вот тут тружусь, возвожу, делаю, я царство строю. А после меня кто-нибудь придет, а я не знаю, какой он. Я, по сути, его все равно не знаю. Он по-своему поступит. Так и случилось его с ним, он поступил по-своему. Господь, конечно, тоже приложил к этому руку, потому что Соломон отступил. Но Раваам тоже не взыскал его. 22 стих. Ибо что будет иметь человек от всего труда своего и заботы сердца своего, что друтится он под солнцем? Потому что все дни его скорби. И труды его беспокойства. Даже и ночью сердце его не знает покоя. И это суета. Этим стихом я бы хотел закончить, до 23 стихом, закончил свою первую часть, подвести. Понимаете? Здесь говорит до 23 стиха, до 23 включительно. О прототипе, о настоящем полном примере человека, живущего в мире. Живущего своим путем, своим разумением. Соломон был именно таким тогда. Он и говорил о том, что я со своей мудростью, с тем, что я имею, займусь этим, займусь тем. Попробуя то и это. И пробовав одно за другим, одно за другим, как обычный человек, он разочаровался в этом. И в том, и третьем, и четвертом. И каждому он говорит, все это суета. То есть, что же суета? Суета это беспорядок. Это когда ты работаешь, работаешь. Когда ты приходишь в грязную комнату, и ты не понимаешь, за что взяться. Берешь одно, взял, поднял журнал. Ну, тут какой-то мусор кофту, поднял ее. И как бы, чтобы даже не знаешь, куда деть ее. И ты понимаешь, что какое-то подвешенное состояние, убирать, не убирать. Вот когда вот это непорядок. Это суета. И томление духа, он говорит. И мне плохо еще. Он говорит, все, что бы я ни делал по своему мудрствованию, как человек, все приводит меня к тому, что это пусто, ненавистно мне и томление духа моего. Вот такова наша жизнь без Бога. 24-й стих говорит, а, еще раз, еще раз, 23-й. Он говорит, потому что все дни его еще, добавочное, он говорит, потому что все дни человека. Что? Скорби. А скорби это боль. Это переживания. Это слезы. Это печаль. Он говорит, потому что все дни его. От этого он никуда вообще не уйдет. То есть, от всего, что он получал, от всего, что он делал, он получал скорбь. Написано, и труды его, беспокойство. То есть, понимаете, он делал дело, даже какое-то дело делал, он не мог оставить его. То есть, предположим, спокойно о нем его оставить. Предположим, идет дело, работа какая-то стройка, он переживает. Или правильно ли делали, хорошо ли делали, или вот тот путь, тот караун, правильно или не, или правильно. Дойдет, не дойдет. Понимаете, у него все время было переживание. Это как в нашем мире, как бизнесмены, которые не знают, проснутся они на следующее утро, и будут ли у них деньги или нет. И они постоянно трясутся. Они делают, они работают во имя работы. То есть, делают деньги во имя денег, чтобы хоть как-то их удержать. Живут этим. Он говорит, поэтому это все беспокойство. Покоя нет. Итак, подводим результат. Даже тут подводится бессонный, бессонница даже как бы ночью дыхать будет. Подводим результат. Мирской человек со всеми его поступками, что он делает? Результаты. Итак, это суета. Это томление духа. Это ненавистные отношения. Это скорби, печали. И пятое, это беспокойство. То есть, отсутствие мира. Ты не можешь прийти спокойно домой, лечь и сказать, что все сделал. Слава тебе, Господи. Ты так не можешь сказать. Двадцать четвертый стих. Это последние три стиха, которые до конца, которые делают вывод. Написано. Не во власти человека и то благо, чтобы есть и пить и услаждать душу своего от труда своего. Он говорит, не во власти человека от всех результатов своих услаждаться. Я увидел, что и это от руки Божьей. Он подводит результат и говорит, что вы понимаете, я даже и поесть спокойно или как-то успокоиться, расслабиться. Не в моей этой власти, когда я живу своей жизнью, своим мудрствованием, своим путем. Он говорит, что потому что все это в руках Божьих. Не в моих руках, он говорит это, со своим величием. С тем, что к нему приходят тонны золота в год. Это мы граммами, понимаете, мерим золото. Такими слиточками. А ему тонны приходят на его царство. Вы знаете, царство израильска, оно было не супер большим. Оно было великим, небольшим. Но столько не имела золота Америка, Россия, царство земли не имела такого золота, сколько имела небольшое государство Израиль. В карте посмотрите, оно не намного больше Эстонии сейчас. Тогда было больше, не намного, но все равно чуть-чуть. Понимаете? У него было то, за что мы переживаем. Золото было у него. Драгоценные камни было у него. У него были вот эти елеи, у него были драгоценные. Вот эти запахи, ковры и шелка. Все было в этом царстве. Все это было достигнуто его мудростью, которую Господь ему дал. Понимаете? И со всем этим величием, он говорит, не в моих и вообще не в человеческих. Это в руках. Даже порадоваться простой радостью от дел рук своих. Все это в руках Божьих. Почему? 25 стих. Потому что кто может есть и кто может наслаждаться без него вообще? 26 стих. Ибо человеку, который добр пред лицом его, то есть не в глазах своих добр, а добр по Божьим стандартам, который ходит пред его лицом. Он дает мудрость. Он дает и знание. И что он дает третье? Радость. Он дает вещь, которую нам в мире просто не получить. Потому что что бы ты ни делал, будь то учеба, Господи, мне надо сделать то и выучить это, и подготовиться к тому и третьему. Я сам знаю, то есть людей, они хорошисты, понимаете, они учились лучше, чем я. Я не супер пекся о своей учебе, но сдал как бы неплохо, сдал хорошо. Понимаете, они пеклись невероятно, и у них свободного времени не было. Они постоянно волновались о том, другом, третьем. В университете, я не понимаю, всегда у них есть, они постоянно волнуются в напряжении. Все, что бы не делал человек по своей суете, никогда не приносит радость. Когда я, даже в том году работая, то есть работая, работая, подрабатывая. Подрабатывая, то есть потому что мне нужны были деньги. У меня было такое, скажем так, понятие, у меня было, что мне цель была, даже не послужить Господу тем, чем я зарабатываю, а чтобы получить деньги, чтобы на себя и потратить. Желание нехорошее, желание неплохое, прошу прощения. Нормальное желание для каждого молодого человека, подростка, молодежи, взрослого человека, это нормально, на семью потратить. Это нормально. Но, если в этом не присутствует Господь, то что было, как у меня было. Вечером надо идти на подработку, надо идти на репетирство, Господи, сил никаких нет вообще. Прихожу к нему, сделали, мы подрепетировали, я никакой эмоционально. Мне надо сходить на молодежку, мне надо в музыкальную школу, мне надо в колледж. Я не успеваю с экзаменами, я не успеваю с тем другим и третьим. Жизнь была как в колесе такая, что просыпаешься только, все, идем позавтракаем в колледж, Господи. И главное при том, что я учился нехорошо. Понимаете, результат того, когда нету Господа, это хаос. Это действительно суета и беспорядок. И знаний нету, не прибавляется. Ты учишь и не выучиваешь, ты делаешь и не получаешь. Но написано, ибо человеку, который добр пред глазами его, он дает мудрость. Мудрость — это опыт. Это опыт от пережитых вещей. Он дает знания, то есть как поступить в той или иной ситуации. Они дополняют друг друга и знания, и мудрость. И третье — он дает радость. Как написано в 23 стихе? Потому что все дни его — скорби. Что такое скорби? Скорби — это слезы. Это печаль. Это когда ты приходишь и стонешь. И не устройство, беспорядок. Не мир. Вот что, результат того, когда пути наши кажутся нам прямыми. Но вот их результат. Дальше, вторая стих. А грешнику, то есть грешнику, мирскому человеку, дает заботу собирать и копить, чтобы после отдать доброму пред лицом Божьим. Он говорит, и вот это как раз, он говорит, и есть суета и томление духа. Он говорит, он добавил еще и это — суета и томление духа. То есть он обращается, уже говорит опять, к человеку грешному свету. Он говорит, а грешному человеку Господь дает возможность собирать и копить. То есть все, что у него есть, он дает даже возможность. То есть, пожалуйста. Если ты мудрый человек в глазах своих, у тебя успех, пожалуйста. Но потом, как Господь сказал, что для того, чтобы отдать доброму пред глазами Божьим. Доброму, то есть честному. Субтитры подогнал «Симон»